всем привет сегодня поговорим про однокомнатную квартиру как из маленькой тесной квартирки сделать просторную современную и удобную для проживания квартиру смотрим подписываемся лайки и так перед нами типичная однокомнатная квартира прихожая ванная кухня и гостиная что не так все комнаты друг от друга изолированы и чтобы попасть из кухни в гостиную мы должны пройти через прихожую это уже плохо потому что прихожая получается проходная хотим попасть в ванну опять идем через прихожую следующая в прихожей получается очень много дверей она неправильной формы и когда мы заходим в квартиру будет складываться ощущение что мы попали в какой-то магазин дверей а я напоминаю что мы в однокомнатной квартире в третьих организация пространства таково что само по себе она выглядит маленьким и стесненным сейчас я покажу вам планировку в которой предусмотрено расширение пространство удобство пользования и другой сценарий проживания в этой квартире я думаю что если у вас однокомнатная квартира или у ваших знакомых то это будет полезно ну по крайней мере вы увидите какие-то фишки и лайфхаки которые я сейчас покажу самое главное в маленьких квартирах это сделать их визуально больше как этого добиться убираем стену между кухней и гостиной и расширяем пространство делаем кухню гостиной единым помещением таким образом мы получаем комнату чуть большего размера у нас появляется два окна а это сразу же больше света стены становятся длиннее а это значит глаз видит что стены больше и комната больше и простору больше второе в этой комнате с двумя окнами появляется кухня стол и мягкая зона с диваном и телевизором то есть мы получаем помещение в котором мы проводим большинство своего времени готовим едим смотрим телевизор валяемся на диване и так как здесь проживает один человек но может быть двое то это очень удобно когда мы получили большое просторное светлое помещение в котором совершаем все необходимые действия которые по жизни нам нужны в этом варианте прихожая получается обособлены ну почти обособлены почему потому что чтобы попасть в спальню нам не надо заходить в прихожую мы проходим в нее через гостиную и то что появилась спальня это тоже еще один плюс потому что я считаю что спать мы должны на кровати на нормальном матрасе это наше здоровье понимаете позвоночник и все такое прочее ну смотрите докторов там остеопатов и прочее никаких раскладных диванов раскладной диван это временное явление для гостей возможно поэтому варианте который был у нас изначально здесь можно поставить только раскладной диван а это неправильно с точки зрения здоровья поэтому кровать должна быть в моем варианте она есть она находится в ниши это называется альков можно так его назвать здесь есть кровать которая в таком углублении на нее мы забираемся из гостиной здесь есть тумба и дополнительные места хранения могут быть внутри кровати она поднимается над кроватью можно повесить ящички ну вот как на кухне вешают навесные шкафы так и в спальне можно сделать навесные шкафы для этого придется встать на кровать и залезть в эти шкафчики вы знаете в свое время когда я занимался планировкой маленьких квартир и думал как там все разместить я обратился к опыту знаете кого яхтостроителей ну яхты представляете себе там же ограничено помещение но тем не менее делают все очень классно удобно и эргономично и это мне очень помогло придумать различные варианты и фишки для маленьких квартир и это именно оттуда идея позаимствована вот поэтому берите на вооружение вдруг вам поможет почему это хорошо я уже сказал что у нас есть кровать она находится как бы за углом но при этом смотрите как организован вход в эту спальную зону когда мы сидим на диване за столом или готовим на кухню то мы этого прохода а точнее то что за ним не видим то есть кровати не видим при этом стена остается длинной протяженной и наш глаз как бы по этой стене скользит не упираясь ни в какие стеночки понимаете если бы мы стеночку построили вот здесь вот то появился бы угол тот угол в который бы глаз уперся как в шлагбаум все это значит мы ограничили пространство чтобы пространство расширить визуально мы должны убрать эти барьеры убрали и глаз поскользил туда дальше но при этом кровати мы не видим она как бы за углом плюс можно сделать задвижную перегородку которую закрыл открыл и все хотим у нас спальня на виду хотим мы ее закрыли ну например гости пришли и мы не заправленную постель прикрыли перегородкой у нас остается ванная комната которую я изменил на душевую соответственно есть душевая кабина раковина унитаз и стиральная машина а точнее шкаф внутри которого внизу стиральная машина сверху корзина для белья еще чуть повыше химия ну и так далее все что необходимо для уборки помещений прихожая получилось правильной квадратной формы и когда мы заходим в эту самую прихожую то мы попадаем в хорошую просторную нарядную комнату а прихожая должна быть комнатой а не просто проходной зоной как на вокзале здесь есть огромный шкаф который можно разделить на две половины одна будет для верхней одежды вторая будет ну вот для таких вещей я думаю что для одного человека это вполне хватит если нет то можно внести небольшие изменения в планировку и сделать вытянутый шкаф в гостиной там где кровать этот шкаф приподнять и увести его над кроватью опять же нужно встать на кровать чтобы сверху что-то достать но мы получим единую линию которая вытянута вдоль всей стены и это огромное хранение прямо в этот шкаф мы можем строить телевизор мы здесь уже сможем хранить вообще абсолютно все что только у нас есть даже лыжи чемоданы и вообще все что захотим но для этого придется перенести немножечко вход сделать это несложно просто он сместиться немножечко в сторону а вот если говорить про шкаф и про изначальную планировку то здесь место под хранение практически нет у нас есть пять стен есть несколько дверей входная дверь в ванную дверь на кухню и дверь в гостиную и остается небольшой угол в котором мы можем организовать хранение для верхней одежды а я напоминаю что нам нужно хранить одежду обувь шапки шарфы и так далее вещей много быстрый гардероб это не совсем красиво потому что вещи висят прямо на виду а если учесть что мы все-таки ходим через прихожую мы будем их все время видеть и получится как будто мы там на каком-то не знаю вокзале там временно одежду повесили и которая будет создавать визуальный шум с точки зрения дизайна это некрасиво неправильно это рушит композицию поэтому поставить сюда шкаф практически невозможно он будет очень маленький в моем варианте шкаф большой и когда его поставили остается большая прихожая та самая комната про которую я уже сказал друзья вот такой вариант у меня получился напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу как вы организовали бы это пространство я буду очень рад если мое видео поможет вам сделать свою планировку буду очень рад если вы это видео отправите своим знакомым возможно им требуется помощь но если сами не можете справиться обращайтесь я делаю разбор и планировок милости просим на этом все да прибудет с вами муза и удобная планировка и Субтитры подогнал «Симон»!